здравствуйте дорогие мои вот сегодня у нас на обзоре такую-то аппаратик в принципе одна из разновидностей панасоника выпущенных в конце двухтысячных и начала двухтысячных годов эта модель rx es 30 вот чем она отличается от других моделей как раз я хотел бы остановиться что я хочу сказать в принципе в первую очередь она отличается по цвету обычно там и серебристые модельки шли бывал с голубым отлевом то это делали там головы голубинка весь она такого темно-серого цвета темно-серая такая моделька вот она имеет автореверс скажет на кассетах запись кассета часы так индикатор у нас есть сети и что интересно вот здесь видите механическое открывание лотка я его смазал здесь принципе он стал ходить нормально в принципе мех механическая то есть на если на других моделях эта конструкция сделана с механическим приводом то здесь ручное так динамики здесь стоят потребляемая мощность комплекса 32 часы покажу вот такой порт или в комплекте выход на наушники есть и мощность мощность ком это музыкального аппарате к весь написан 32 вата чуть-чуть кого помощнее до выпущен он в 1999 году дальше посмотрим здесь сзади еще хочу показать есть вот видите модернизирована антенна то есть впаяна прям в плату сделано сейчас покажу вот прям штекер разъем и антенна такая она по всей видимости лучше чем вот эти штырьковые которые устанавливались вот опирается он то так чтобы наверно видно и потом крышечка закрывается вот такая антенна здесь вот это убрана убрана антенна чтобы она либо сломали и пришлось сделать такую модернизацию вот что я с ним сделал в принципе смазал вот это устройство для дисков почистил там все внутри все пыль сейчас какой-нибудь дисочек поставим читает он хорошо в принципе тормозит так это ради у нас сейчас работают такой индикатор есть можно вручную можно автоматом ловить станции криптовалюта потеряла в цене 16 процентов при том что что еще есть пришлось сделать вот у панасоников бывает проблема с пасеками но здесь еще с роликами было руб ролик здесь один из автореверс в одну сторону нормальный ролик был покажу на деке вот видите правый ролик не видно отсюда вот он с краешку черники я уремонтировал то есть они слетают с этих пластмассок сначала его посадил на момент а потом закрепил уже термоклеем вот он теперь нормально крутится тянет в обе стороны работает нормально эти лентопротяжки можно таким способом ремонтировать не будет замечательно то есть они как бы носи проворачиваться в эти резиночки ролики можно их отремонтировать так переключается можно с пульта все это делать сейчас мы переключим на сиди определяет диски довольно таки быстро вот уже все там пошел играть переключение можно с помощью вот этого колесико делать сейчас мы поставим 6 вот композиция вот такие вот в принципе отличие основные mp3 он не читает обычные сиди рвы ну вроде бы как бы основные отличия назвал можно послушать сейчас на рынке такие аппараты можно приобрести начиная от 500 рублей он скорее всего не рабочие там чем-то наверняка сломанной оторвана а вот полностью рабочий чтоб работала диска кассета уже в районе тысячи полторы и выше вот такой вот обзорчик небольшой хотел показать вам в принципе аппаратик достойный можно заряжать его батарейками про батарейкам требует много там есть отсек для памяти маленький 3 и 2 8 штук что ли и 12 вольт питания можно возить в лес собой на шашлыки на костер вот такая вот у меня вот такой пультик вот такой небольшой обзорчик спасибо за просмотр до свидания